Сегодня Свердловский областной суд отменил постановление суда пригородного, которое освободило от уголовной ответственности екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, обвинявшегося изначально по статье 117 в истязании малолетнего. В свое время мы много и подробно рассказывали о том, как гендиректор и сооснователь интернет-провайдера «Планета» и еще много чего реализовывал свои странные склонности, комплексы и мании величия, установив на предприятии, похожие на сектантские порядки, причудами вплоть до гомосексуальных и угрозами вплоть до закопаемых в лесу для тех, кто подумывал о бунте на корабле. Но в суде ему вменялось лишь истязание пятилетнего ребенка своей сотрудницы, которого он типа взял на воспитание и, например, под видеозапись заставлял того надевать на себя собачий электроошейник и бить самого себя током в виде наказания. Ты вот смотри, ты сам себя наказал, остался слабым и ничего не достиг в Абайкидо. А мог просто сделать каждый день, понимаешь? И был бы сильным, тебя бы все уважали и никто бы тебя не наказывал. И ты сам бы себя не наказывал. Ты делаешь глупость, понимаешь? Ты дурной, понимаешь? Ты дура сделаешь. Это глупо, так нельзя жить. Интересно, что в суде мама этого ребенка выступала на стороне защиты своего начальника. Изначально в суде рассматривались четыре эпизода по статьям за угрозу убийством и за истязание, но в конце концов 24 сентября суд переквалифицировал истязание в побои и освободил Юрия Юдина от уголовной ответственности по причине случившейся за время разбирательства декриминализации 116 части 1. Ну а в эпизоде с угрозой убийством суд и вовсе не усмотрел состава преступления. Соответственно, 24 сентября решением суда Юдин был официально освобожден от какой-либо уголовной ответственности. Прокуратура тогда на корню с этим не согласилась, подала апелляцию, и вот сегодня областной суд ее внимательно рассмотрел и в итоге разделил недоумение обвинения. Решение пригородного суда о выходе Юдина из этой истории сухим из воды отменено. Уголовное дело отправлено на новое рассмотрение уже другим составом суда, причем снова по статье 117 части 3, которая чревата отсидкой сроком до 7 лет.